И ещё одна книга Софьи Прокофьевой «На старом чердаке», но уже не из цикла про волшебника Алёшу, а отдельная, совершенно другим главным героем. Показываю состояние. Есть пятнышки. 74-й год, издательство «Советская Россия». И художник, художник у нас, художник Юрлов. Коротенько расскажу сюжет. Мальчик Сашка получает двойку и забирается на старый чердак, чтобы её тихонечко удалить, чтобы его никто не заметил. Но на этом чердаке он обнаруживает книгу заклинаний. И с помощью этого заклинания, одного из заклинаний, можно проговорить, что это не двойка, а пятёрка, например. Но при этом нужно найти человека, которому ты это скажешь, и он поверит, что действительно это пятёрка. И тогда двойка действительно превратится в пятёрку. Сказка небольшая, но тоже поучительная. Мальчик пытается обмануть всех вокруг, но в итоге, говоря, всё равно правда пробивается. И, конечно же, история поучительная, сказочная и заканчивается хорошо. К сожалению, она не была экранизирована, как многие произведения Софьи Прокофьевой. Видимо, по причине цензуры советской. Потому что основная мысль этой книги не очень детская, что если ты врёшь, то ври так, чтобы тебе поверили. Наверное, по этой причине её не стали экранизировать в советское время. Так как многие произведения именно Софьи Прокофьевой были либо в фильме отображены, либо сделан по ним мультфильм. Но эта книга, к сожалению, затерялась. Хотя тоже очень интересная. И, конечно же, я её рекомендую к прочтению и мальчикам, и девочкам. Продолжение следует...